Уважаемые коллеги, спасибо большое за возможность выступить на сегодняшнем заседании. Разрешите выразить глубокую признательность Комитету по агропродовольственной политике и природопользованию за возможность обсудить сегодня на высоком уровне здесь, в Совете Федерации, актуальные вопросы безопасного обращения с отходами первого и второго класса опасности. Экологическая повестка на сегодняшний день является одним из ключевых и международных, и, безусловно, наших национальных приоритетов, тема устойчивого развития, бережливого отношения к ресурсам. Последние годы находятся в числе самых обсуждаемых, как в рамках международной зеленой повестки, так и российской. И экологическое направление без преувеличения стало стратегическим и для госкорпорации «Росатома», помогая в решении государственных задач и становясь все более востребованным для решения разных задач нашей страны. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. Действующий рынок в сфере обращения с отходами первого и второго класса показал свою малоэффективность. Очень много нарушений, несанкционированные свалки, заброшенные комбинаты. И неэффективность обращения с отходами первого и второго класса – это прямая угроза нашей безопасности. Печально известные объекты, накопленные экологического вреда, такие как химпром в Уссули-Сибирском и Иркутской области, такие как полигон Красный Бор в Ленинградской области, на которые со всего Советского Союза десятилетия свозили промышленные отходы, яркие тому свидетельства. Непростая ситуация с промышленными отходами, которая сложилась в нашей стране, послужила предпосылкой к модернизации системы обращения с отходами первого и второго класса опасности в виде формирования федеральной системы обращения с такими отходами с участием федерального оператора. Будьте добры, следующий слайд. Росатом, как государственная корпорация, обладает уникальным опытом успешного построения единой государственной системы по обращению с радиоактивными отходами. Именно поэтому аналогичную работу во многом президентам и правительствам нам было поручено провести в отношении отходов промышленных первого и второго класса. Необходимо, как воздух, создать в стране эффективную систему обращения с такими отходами. Базисом для формирования обсуждаемой сегодня системы обращения с отходами стал, как уже сказал Дмитрий Дмитриевич, федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами первого и второго класса опасности», который реализуется в составе национального проекта «Экология». Будьте добры, следующий слайд. Для организации данной системы приняты следующие базовые решения. Во-первых, с 2019 по 2021 год совместно с Минприродой России госкорпорацией «Росатом» была обеспечена разработка необходимых изменений в законодательстве. Они были приняты при поддержке Совета Федерации. Во-вторых, наше предприятие, федеральный экологический оператор, было определено федеральным оператором по обращению с отходами первого и второго класса. Третье, на сегодняшний день уже создана федеральная государственная информационная система по обращению с этими отходами. И разработаны в настоящее время проходят процесс согласования проекта постановления правительства о ценообразовании в области обращения с ОПВК и правила регулирования тарифов. Отдельно хотел бы отметить, что в рамках федерального проекта параллельно мы создаем инфраструктуру, которая позволит получать продукты рециклинга путем переработки отходов промышленного производства. Это современные предприятия-экотехнопарки, которые оснащены самым современными передовыми российскими и зарубежными технологиями и отвечают принципам экономики замкнутого цикла. Напомню, что в соответствии с целевыми показателями стратегических документов в нашей стране к 2030 году более 40% сырья, используемого в строительстве, в сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях экономики, должно быть вторичным. Собственно, этот проект будет на решении этой задачи тоже работать. Следующий слайд, будьте добры. Здесь схематично представлена вводимая с 1 марта система обращения с отходами. Реализуемая система обращения с ОПВК связывает воедино отходы образователей, их в нашей стране около 40 тысяч, операторов по транспортированию и обращению с отходами ОПВК, их, согласно реестру лицензий, свыше 8 тысяч, федерального оператора и все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Это и Министерство природных ресурсов, и Росприроднадзор, и Федеральная антимонопольная служба, и Минтранс Российской Федерации. Соответственно, с 1 марта следующего года отходы образователей, которые не имеют, подчеркну, не имеют собственных мощностей по обращению с отходами 1-2 класса, обязаны передавать такие отходы федеральному оператору, заключая с ним соответствующий договор. В свою очередь, федеральный оператор или самостоятельно, или с привлечением частных операторов по обращению с этими отходами, обеспечит их обезвреживание, утилизацию и безопасное размещение. Соответственно, цифровая платформа в ГИСУ ПВК становится, по сути, единым окном для учета и контроля всего жизненного цикла отходов с момента их образования до утилизации, что поможет спрогнозировать и загрузку мощностей, и оптимизировать логистику. Ну и очевидно, что при выстраивании работающей системы крайне важна качественная верификация данных, которые невозможны без участия Росприроднадзора. В настоящий момент достигнуто соответствующее соглашение о совместных мероприятиях, и интеграция вот этой системы в ГИСУ ПВК с уже имеющимися информационными системами Росприроднадзора позволит обеспечить и профилактику, и предупреждение, и снижение количества правонарушений в сфере охраны окружающей среды. Будьте добры, следующий слайд. Как я уже подчеркнул, очень важно, что поставщиками информации вот в эту систему также являются и те крупные отходообразователи, которые имеют собственные мощности по переработке и вправе осуществлять данный вид деятельности без участия федерального оператора. Мы здесь ничего менять не будем. Как они перерабатывали эти отходы самостоятельно, так они будут продолжать это делать. Но должны это делать корректно, должны быть прозрачными, должны показывать, сколько у них образовалось отходов, каким именно способом они их утилизировали, что осталось от тех отходов, которые они не смогли утилизировать, формировать соответствующие отчеты и формировать их систему. И таким образом мы будем видеть тогда и контролировать абсолютно все отходы, как переработанные компаниями самостоятельно, так и те отходы, по которым компании просят у государства помощи и поддержки. Будьте добры, следующий слайд. Наша главная задача ни в коем случае, коллеги, не дестабилизировать работу предприятий по переработке, которые работают в рамках правового поля. Действующие предприятия, которые сегодня такие отходы перерабатывают или перевозят, обязательно сохранятся в рынке. Мы им больше того предоставим возможности для дополнительной загрузки, имеющихся у них мощностей. Мы их поставим в систему, всем будут видны их производственные мощности, они получат дополнительные заказы. Соответственно, в режиме реального времени система спрогнозирует загрузку, оптимизирует логистику и спланирует, даже если нужно, расширение бизнеса. Следующий слайд, будьте добры. Очень коротко о самой информационной системе. Она прошла тестовое испытание, она вводится в эксплуатацию уже с декабря этого года. Подчеркну, она официальной станет с 1 марта следующего, поэтому этот период с декабря по март, это как раз будет 3 месяца, когда все желающие смогут в этой системе зарегистрироваться, смогут себя проверить, потестировать, задать нам любые наводящие вопросы. Мы сейчас делаем целый огромный колл-центр, где несколько десятков человек будет круглосуточно занято только тем, чтобы помогать вот в этой системе адаптироваться. Мы ее обязательно интегрируем с такими уже имеющимися государственными системами, как госуслуги, как налог-3, как публичная кадастровая карта Росреестра, как ГЛОНАСС, как ПТК Госконтроль и другими, что позволит не забивать по нескольку раз одну и ту же информацию, а подгружать их из этих систем и обеспечить таким образом и единство, и прозрачность, и удобство для пользователей. Ну и самое главное, что мы сформируем, по сути, в электронном виде федеральную схему по обращению с отходами, которая будет живая, которая будет динамичная, которая будет в любой момент актуальна на конкретный промежуток времени и будет позволять, в том числе, на ее основе устроить прогнозные модели развития отрасли. К концу 2022 года мы рассчитываем получить первую, подчеркну, реальную картину рынка обращения с отходами, где информация будет носить не заявительный характер, а уже все-таки верифицированы и проверены. Мы будем видеть актуальные данные по всем участникам рынка, по обороту отходов. Уже с 2019 года мы на плановой основе информируем всех участников рынка и все заинтересованные стороны о том, что такая система создается и будет вводиться в эксплуатацию. На сегодняшний день уже проведено, коллеги, больше 150 мероприятий в разном формате семинаров, вебинаров, конференций, в онлайн, в оффлайн, в различных режимах. Буквально недавно на площадке газеты «Ведомости» мы организовывали отдельный круглый стол со всеми участниками рынка. Могу сказать, что как минимум те представители бизнеса, которые в нем принимали участие, выразили большое желание работать в рамках этой системы по установленным правилам. Со своей стороны, хотел бы сказать, что Росатом очень рад такому подходу и абсолютно готов на открытый диалог со всеми участниками. Мы обязательно продолжим активную информационную работу со всеми участниками регионами, будем разъяснять порядок этой работы. И очень рассчитываем здесь, Алексей Петрович и все уважаемые коллеги, на большую помощь Совета Федерации, поскольку действительно одна из беспрецедентно вводимых в стране систем. Очень важно, чтобы мы помогли всем к ней подготовиться, чтобы это не было как какой-то гром среди ясного неба, чтобы все было комфортно и удобно. Понимаем, что главная задача в том, чтобы не навредить сложившемуся рынку, чтобы вводимая система регулирования ни в коем случае не ударила по добросовестному бизнесу, которому и так приходится непросто в условиях продолжающейся пандемии. С другой стороны, мы понимаем, что накопившиеся проблемы, экологические, уже невозможно больше откладывать. Накопленные за десятилетия отходы, по сути, уже угрожают национальной безопасности и, главное, здоровью каждого гражданина нашей страны. Будьте добры, следующий слайд, он же последний. Мы понимаем, что необходимо объединить усилия и донести выгоды реализуемой системы для всего бизнеса. Организация прозрачного рынка обращения с отходами промышленными первого и второго класса – это, как мы считаем, и дополнительные возможности для всех предприятий подтвердить свою экологическую репутацию. Претендовать, что сейчас очень важно, на получение зеленого финансирования, финансовых гарантий, более выгодных условий экологического страхования. В этой связи мы особенно рассчитываем на поддержку и всех объединений предпринимателей, на поддержку уполномоченных по правам предпринимателей, чтобы помочь нам и внедрить эту систему, и разъяснить каждому ее участнику, а я сказал, это десятки тысяч и образователей отходов, и участников переработок и перевозок, на то, что это в их интересах, на то, что это им в помощь, на то, что вот эта прозрачная система для всех добросовестных участников рынка сделает их жизнь только более комфортной. Подытожу, система управления жизненным циклом обращения с отходами готова к запуску с 1 марта, поэтому будем очень признательны за активное участие в сегодняшней дискуссии и за поддержку, надеюсь, участников круглого стола. Спасибо большое.